Как вы думаете, вам сопутствует удача по жизни? На ваш взгляд, в вашей жизни больше удач или неудач? Когда мы думаем о наших не сбывшихся надеждах и мечтах, о провалившихся грандиозных планах, то часто склонны винить нечто, называемое судьбой, или же удачливостью, или неудачливостью. Но это же бессмыслица. Некоторые говорят, это моя счастливая, ну или не счастливая звезда. Мы так говорим, чтобы скрыть свои недостатки. Мы добиваемся удачи или нас постигают неудачи в зависимости от природы нашего сознания. Думаю, Шекспир очень хорошо выражает это в Юлии Цезаря, где сказано, иногда люди – хозяева своей судьбы. Вина за ошибки, дорогой брут, лежит на нас, а не на звездах. Мы, смертные, в самом деле можем быть хозяевами своей судьбы, если только сможем подчинить свои мысли и действия творческой цели жизни. Если только мы сможем привязать свое мышление к своей цели, то, несомненно, станем хозяевами своей судьбы. Насколько многие из нас действительно готовы поверить своему внутреннему проводнику? Нет, мы предпочитаем полагаться на свои суждения, на свои старые привычки, и когда дела идут не так, то мы готовы винить Бога, судьбу, звезды или еще что-нибудь, что сработало не в нашу пользу. Если прошлое, наше прошлое могло бы быть показано нам во всех деталях, то мы бы увидели, где и когда ошиблись, и смогли бы определить ту самую точку, где свернули с верной дороги, следуя за неверной звездой. Мы увидели бы, где сделали ошибку. Понимаете, мы сделали бы другой выбор. Природа даровала нам не только жизнь, но и свободу воли, и лишь мы выбираем то, что может улучшить или испортить нашу жизнь. Мы в состоянии поменять выбор в любое время, когда захотим, и начать новую жизнь. И нечего винить звезды в своих проблемах, винить и себя за то, что действовали как ведомые. Лишь наши ошибки и неудачи вставляют палки в колеса судьбы, и не существует никакого слепого рока, пытающегося поймать нас и причинить нам вред. Реальность же ищет одного. Она хочет присоединить нашу жизнь к еще не сформировавшейся некой субстанции абсолютного добра, если хотите. В любых обстоятельствах мы несем в себе элементы добра. Если вы примете данное обстоятельство, то обнаружите, что так называемый рок внезапно остался позади, и в мире все идет хорошо.